Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема Алексея Верокосовича. МЦ5. Зяньши контролируют дыхательные пути, дыхательные органы в организме человека. Ну, что относятся за органы и какие пути относятся к дыханию? Итак, ну как всегда, легкие у нас относятся к главному органу, который потребляет кислород и происходит газообмен в нашем с вами организме. Это горло, гортань, также нос сюда входит, трахея, бронхи, бронхиальное дерево. Также мышцы, которые заставляют расширяться нашу с вами диафрамму и грудную полость и сжиматься тем самым, что формирует дыхательный, скажем так, ритм человека. У каждого он разный. Также здесь нужно сказать, что благодаря дыхательной системе человека, дыхательным органам, у человека осуществляется терморегуляция. Также у человека благодаря дыханию формируется что? Голос. Как ни странно это звучит. Итак, если у человека есть заболевание с легкими, то можно работать с данной точкой МЦ5. Если у человека есть заболевание частых горла, гортани, то также нам поможет точка МЦ5. Если у человека частенько нос забитый, либо там есть своеобразные, скажем так, проблемные зоны, места, как ни странно это звучит, то можно работать с данной точкой МЦ5. Также следует помнить, уважаемые зрители, что точка Дзяньши контролирует три меридиана инских сердце, легкий и перекат. Если внимательно мы будем смотреть, как проходят эти три инских меридиана, то мы увидим, что эти меридианы практически контролируют полностью что легочную систему человека и не только. Также здесь, извините, к дыхательным путям можно отнести, и как ни странно будет звучать с моих слов, есть сердце, которое тоже благодаря дыханию, что обогащается наша с вами кровь по маленькому крову. И вот многие врачи не договаривают нам все-таки, все говорят, диета, диета, питание, нужно кушать, чтобы быть здоровым, свежие фрукты, диета. Но мало кто вообще-то с диетологов у нас говорит о том, что дыхание-то стоит на первом месте, оно также обогащает нашу кровь. Если человек неправильно дышит, если у человека есть проблемы с дыхательными органами, путями, то что у него есть проблемы? И с сердцем, и с кровью, и с сосудистой системой, и с желудочно-кишечным трактом и так далее, и тому подобное. Поэтому, уважаемые зрители, прежде всего учитесь правильно дышать, а если есть у вас проблемы с дыхательными путями, с дыхательными органами, точка МЦ5 Заньши вам в помощь. Вы помните, что заболевания легких, горла, гортани, носа, трахеи, бронхо-бронхиального дерева, груди, грудной полости, сердца, крови, сосудов и так далее, и тому подобное, которые относятся к дыханию, что нужна диагностика 12 меридианов, потому что мы не исследуем орган, нам важно знать, в каком состоянии общий энергетический баланс, всем 12 меридианов, и отдельно каждый взятый из меридианов. Когда вы увидите эту картину, тогда вы можете помочь. И точка МЦ5 Заньши является основной точкой при лечении дыхательных путей и органов. Спасибо за внимание. Продолжение следует...